Итак, я выехал в Vantage. Я уже в дороге. Как только я выехал из Сиэтла ситуация очень быстро изменилась. Сразу появилось солнышко. Я проверил погоду. В Сиэтле все еще тума со смогом. Буквально 30 минут от Сиэтла и вот такая погодка. Смотрите, большие елки, зелень. Красота. Посмотрим, что будет дальше по дороге в Vantage. А вот поехал я в Vantage, в поисках песчаных дюн. Потому что, как оказалось, Вашингтон это не только снежные горы и лазурные озера, а еще и песчаные холмы и пустынные степи. Так далеко в Вашингтоне я еще ни разу не заезжал. Там копистая леп. Да, этот коп все-таки меня остановил, который там стоял. Просто невероятно, как ландшафт может поменяться, даже не выезжая из Штата. Окей, давайте здесь, в сторону. Вау, зацените это! Мы приехали к речке. Там красивый мост. Там Vantage. Вон там Vantage. На той стороне. В общем-то все. Песчаных дюн я пока что не нашел. Поедем в Казахстане. искать песчаные дюны есть только одна проблема я не уверен куда ехать именно в то место которое я хотел я видел в инстаграме у одной знакомой фотографии как раз там выделила круто такие песчаные дюны мне так не скинули точное место поэтому придется искать в какую сторону ехать в ту сторону или в ту сторону после некоторых раздумий изучения карты я решил поехать на север потому что там просматривались кое-какие дюны и еще там был интереснее ландшафт дальше я свернул с трассы на грунтовую дорогу ну почти грунтовую по моему лобовому стеклу грязному можно сказать что я много проехал посмотрите на этот удивительный ландшафт правда песчаный дюн не видно о какое-то место для кемпинга ну вот это вообще уже напоминает какой-то другой штат типа аризоны большой каньон там и чей-то прицеп для кемпинга сгорел просто невероятно посмотрите какая здесь штука тут еще и скалолазанием можно заниматься а здесь обрыв становилось уже довольно поздно и поэтому я не мог продолжать ехать дальше и мне пришлось прервать поиски дюн на этом месте там машина машина еще одна машина какая-то фигня и он там подальше блин здесь нормальная такая высота почти как большой каньон нифига себе а а хотя я и не нашел то что искал мне кажется я нашел даже больше интересное приключение я уверен что я еще вернусь в это место так как оно красивое и необычное возможно в следующий раз я приеду с ночевкой в палатке так что будет еще интереснее спасибо всем кто смотрел и желаю каждому из вас найти свое уникальное путешествие а вы а